Андрей Сайков мастер на все руки и на работе он строитель, а дома ремисленник и главная коллекционер. Собирает сосуды для кипячения воды и приготовления чая россиянец 2017-го. Все началось с покупки медного самовара для нового дома. Сейчас у мужчины свыше 200 предметов, часть из них хендмейт. На любимое хобби уходит не меньше трех часов в день. Всю коллекцию было очень сложно перевести вообще. И когда подбирался ассортимент этой коллекции, хотелось показать как можно больше самих форм, то есть разнообразия. Не количество мастеров, они представлены здесь очень много на фотографиях, то есть разные мастера, а именно количество форм. То есть какие бывают самовары, маленькие, большие, квадратные, треугольные. В коллекции, презентованной в Бобруйской художественной галерее, около 50 изделий. Название самого маленького самовара говорит само за себя. Эгоист рассчитан только на одну чашку чая. А вот большой русский витязь может за раз наполнить 156 кружек. Кроме того, здесь представлены сосуды в форме рюмки, черепахи и желудя. Работы как русских, так и английских авторов. Этому самовару больше 100 лет. Здесь три крана. Раньше его использовали в трактире с большой проходимостью людей. Он изготовлен из меди и латуни. Объем – 36 литров. Десять выставочных приборов Андрей Сайков сделал собственноручно. На одно изделие уходит от двух до шести месяцев. Свою дебютную работу мастер назвал первый жировой самовар. Второго такого нигде не найти. Потрясающая выставка. Я для себя открыл много новых образов, видов самоваров. Поэтому просто никогда не думал, что можно просто в самоварах, когда в обычных вещах, в нашем понимании это чайник. Так вот столько всего многообразия отразить, как и эпоху, как и все остальное. Поэтому очень изумлен. Самовары эксклюзивные мне очень нравятся, в принципе. И то, что они конец 19 века, это достаточно редкие такие. То есть нужно найти, постараться еще. Взглянуть на необычную коллекцию символа гостеприимства русского духа и традиционного чаепития можно на Максима Горького, 28. Планируется, что экспозиция продолжит свою работу до конца лета. Ольга Васендова, Максим Галеонко, Бобруск, 360.